ребятки всем привет мы сейчас находимся в воскресенске в аэроклубе воскресенск сегодня мы летаем с вами на автожире никогда в жизни не летал на автожире на высоту примерно 2000 метров поднимемся может быть выше вот я специально с собой взял сух паек армия россии не для продажи и р.п. индивидуальный рацион питания вариант комплектования номер 5 срок годности 30 11 18 может быть перебили будем я его с собой возьму в полет так концентрат сухой натуральный быстро растворимый малина сахар песок пектин экстракт свеклы кислота лимонная натуральный быстро вишня персик а это что у нас сахар тут все все что хочешь есть икра из овощей кабачковая 15 12 16 срок годный годности три года говядина тушенка тут обожраться можно ладно закрываем посмотрим что там у нас здравствуйте олег александр что хотим от этого мероприятия подняться в воздух и спуститься также хорошо от вертолета здесь только внешний вид летает он совсем не как вертолет ребятки не так давно открыл для себя игру war thunder дойдет даже у меня на моем слабеньком ноутбуке кстати она есть как для windows macos и для linux а у меня linux я играю на linux и хочешь увидеть по-настоящему красивые танки с новейшей графикой качай военный экшен war thunder тебя поразит масштаб десятков разнообразных локаций со всего мира по которым гоняет сотни передовых танков например абрамс challenger 1 леопард 2к и т-64б а небо над ними разрезают реактивные самолеты в игре более тысячи единиц военной техники каждую машину можно прокачать и улучшить в твоем распоряжении все передовые технологии птуры дымовые завесы композитная броня и многое другое только в war thunder есть уникальная модель повреждения с рентгеном ты во всех подробностях увидишь куда именно попал никаких полосок здоровья честный бой исход которого зависит от твоих умений и хитрости разнообразие режимов не даст тебе заскучать аркада реалистичные бои симулятор испытай свои навыки собери команду друзей и переломи ход битвы качай war thunder бесплатно по моей ссылке в описании и получать ценные бонусы если у нас отказывает двигатель мы сможем как-то спланировать спокойно спланируем при том все таки наверное автожиж самый безопасный вид воздушного транспорта вот именно по отказу двигателя необходимо перевести аппарат на снижение выбрать площадку и при подходе к земле протор все равно будет вращаться потому что от силы воздуха до ток на воде да 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 поэтому он продолжает вращаться свою несущую способность сохранять ясно и при подходе к земле за счет гашения поступательной скорости весь гаси вертикальную и садимся на снижение Продолжение следует... 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 При этом газом я не пользовался. То есть практически мы сели, можно сказать, как с выключенным. Да, и сели так. Ну, здесь вот я говорю еще, что вот эти ангары немножко влияют, поэтому я не полетел туда, в центр, а чтобы вот именно изобразить посадку такую помягче. Вот из-за возмущенного потока тут могло бы быть немножко пожестче. Ладошки вспадели. Нет, иногда люди приходят, я боюсь летать, вот прям, ну, тупо, а что пришел? Надо научить, надо перебороть. Я летать не боюсь на самолетах, и у меня крайний полет был. Полет, когда от тебя ничего не зависит, и, в общем-то, я на самолете тоже боюсь летать. Слышать, снять, попробовать. Очень шумно. Ну, вот же, у тебя вот прям за спиной двигатель. То есть здесь, конечно, делать какую-то шумоизоляцию, это привезет к увеличению веса. Конечно, масса увеличится сразу. В общем-то, наушники, когда уже налетал какое-то время, ты этот шум как фон воспринимаешь, ну, вот как-то так. Так, все. Сейчас обрыгаюсь. Он еще там показывал. Покруче, чем на всяких американских горках. Ну, что, ребятки, полетали мы. Меня немного отпустило. Такие невероятные куражи устраивал. Просто чудеса на виражах. Если кто смотрел мультик в детстве, это вот примерно так было. Меня даже укачало. Ну, там как попросишь. Если скажешь тебе спокойно, то будут спокойно. Я попросил, чтобы прям позадориться, как на американских горках. Так, на обзоре у нас сегодня Армия России. Не для продажи. Индивидуальный рацион питания номер 5. Кто служил, тот знает, что это один из самых вкусненьких рационов питания. Номер 5. Концентрат сухой. Быстрорастворимый. Из персика. Малина. Концентрат сухой. Вишня. Сахар. Две упаковки. Повидло яблочное. Икра из овощей. Раз. Фарш колбасный, любительский. Два. Паштет нежный. Три. Салфетки. О, дезинфицирующие. Надо руки протереть. Офицерский стандарт. Шоколад. Есть. Галеты. Из пшеничной муки. Две пачки. Галеты. Короче, белые и темные галеты. Понятно. Вот это у нас говядина, тушеная. Первый сорт. Это прикольная. Гуляш с картофелем. Это на второе. Шпик соленый, консервированный. Ну, сало. Рис с курицей и овощами. Еще есть сыр плавленый, стерилизованный. Пюре из яблок. Жевательная резинка. 10 штук. Королевский слон. Черный чай. Чай шмурдяк, конечно, этот. Кофе растворимый. Тоже не очень. Сливки сухие, быстрорастворимые. Таблетка. Поливитаминный, минеральный комплекс. Надо обязательно будет принять его. Перец. А, вот эти таблетки. Хлор. Для дезинфекции воды, ребята. Если воды у вас нету, нормальной, чистой питьевой, то можно с лужи набрать, туда бросить. Через 60 минут можно пить. Сухое горючее. И тут инструкция, что сколько, чего, сколько грамм соль, еще сахар. И по калорийности. Так, ну что, ребята, я сходил на улицу, быстро это все подогрел на сухом горючем. Потому что здесь, в ангаре, естественно, поджигать это нельзя. Взять все в бензине, в керосине, и мы вспыхнем, как горячее. Ну, давайте попробуем гуляш с картофелем для начала. Тут ложек 3 штуки целых. Ну, в принципе, аппетитно это все дело выглядит. Аппетитненько выглядит. Надо было сильнее подогреть, чтобы жир растворился. Вкусно. Обалденно просто. Реально вкусно. Тушенка настоящая. Не то, что мы брали вот этим первым делом соевую. Офигенно. Это офигенно. Но у нас что-то пересоленость какая-то чувствуется. Давайте рис с курицей. Все, по чуть-чуть. Грызь с курицей. Надо было с тушенки жира сюда, как мне советовали, слить. Хоть он и подогрелся, но рис суховатый. Такое мне не нравится. Но, если... Кстати, еда по вкусу, вот как в самолете дают, да. Вот один в один. Похоже, как в самолете. Давайте тушеночки. Говяжий. Ну, тушенка должна быть зачетная. Армейская тушенка вся вкусная. Что для армии делают. Надеюсь, они не перебили срок годности. Если что, таблеткой вот этой, которая для дезинфекции воды. Закинутся. И все. Тушенка бомбовая. Такую в магазине не купить. Ее делают вот для армии. И давайте паштетик с галетиком. Кто-то в комментариях писал, что месяц таким питался. На каких-то сборах там военных. Паштет. Скрипич, хочешь паштетика? Что ты думаешь? Нежный паштет. Мой любимый. Да. Как ты любишь. Оставишь мне. Ребят, паштет. Хороший. Это фарш. Колбасный. Какой-то. Ну, типа, как колбаса, я так понимаю. То есть, что. Ну, типа, тоже что-то паштета. Мясное. Но. Мне такой не нравится. Давайте посмотрим, как шпик выглядит. Тупо сало. Не. Сало мне не нравится. Его бы поджарить, вот на сковородке с картошкой. Это да. Так. Нет. Сыр плавленый. Так, срок годности 2 года. Изготовлен 20-го, 12-го. А, все. До декабря 2018-го. Нормально. Кстати, сыр плавленый вкусный. Действительно. Ну и что? Давайте попьем концентрат вишневый. Юпи-армейский. Мы это в армии называли юпи. Надо было побольше концентрата наливать. Что-нибудь сладенького хочется. Пюре из яблок. Девятый. Копюре. Ну что, жить можно? Сутки на таком легко продержаться. Правда, сейчас все перепробовали. Так. Яблочное повидло. Во. И на десерт икра из овощей. Странная какая она вкусная. Чик. Вообще нормально. Ребятки, ну вот, чтобы вот таким вот не заниматься, в авиацентре Воскресенске есть нормальная столовая. Мы там сегодня ели суп. А, да, суп-пюре из грибов. Еще нам фреш там сделали из апельсинов. Готовят очень вкусные, ценные, демократические. Демократичные. Там бизнес-ланч 300 рублей стоит. Да, 320 рублей. Потому что сухпайок это вот в суровых условиях. Ну, так как у нас сегодня... А, и кстати, с днем космонавтики. 12 апреля. Сегодня видео вышло 13-го. Вчера был день космонавтики. Все в днем космонавтики. Ребятки, всех приглашаю посетить авиацентр Воскресенск. Найдете его легко. Загуглите. Прям наберите авиацентр Воскресенск. По моему промокоду Еврей10 вы получите 10% скидку на полеты. У них есть как просто можно купить полеты, также можно сертификат там для друга. Можно на самолетах полетать. Можно на вертолете. Можно на самолете полетать. И также вот мы сегодня летали на автожире. Можете посмотреть. В этот авиацентр приезжал дневник Хача. Амиран. Но он выдержал на автожире около 5 минут. Ну все, ребятки. Буду прощаться. Сухпаек был обалденный. Автожир был немножко страшноватый. Но это лучше, чем всякие американские горки. В тысячу раз просто. Здесь, кстати, люди делают предложения своим любимым в воздухе. Так что приезжайте. Промокод Еврей10. 10% скидка на полеты. Всем пока. До новых встреч. Ссылочки будут на авиацентр в описании. Субтитры сделал DimaTorzok